Я, значит, тоже записываю, но я вас прошу, на самом деле, чтобы, так сказать, мне хоть кого-то видно было, вы включайте в себя изображение, если можете, если трудно, но, понятно, тогда не надо. Значит, во-первых, есть ли у вас вопросы по тому заданию или по тем задачам, которые я вам посылал? Хотите вы, чтобы я что-нибудь прокомментировал или нет? Некоторые студенты мне прислали решение, полное, неполное, неважно, но видно, что поработали, так сказать, и правильно понимают все. Можно спросить? Да. Там в четвертом задании, по четвертым пунктам нужно было нарисовать графики, а как эти графики, чертить я не очень поняла. Можете объяснить хотя бы в одном примере? Сейчас объясню, сейчас объясню графики. Можно вопрос? Алло, что? Вопрос. Да, какой? Я слышал. Во втором задании у нас была такая пункта, которая в точке 0 не определена, но при этом эта точка является точкой равновесия. Вот. И как там вообще поступать эти случаи? Ну, во-первых, она как бы определена на вещественной теосе. То есть, если вы посчитаете пределы, а вы можете посчитать пределы, например, используя правило Лопиталя. Вот. То вы можете посчитать пределы, предел будет равен нулю. То есть, в принципе, она определена. Конечно, точка эта очень нехорошая. Называется существенно особая точка. Ну, вас, собственно говоря, интересует функция там, когда мы от этой точки отступим, она положительная или отрицательная? Собственно говоря, вас только это и интересует, чтобы нарисовать векторное поле. Правильно? Как она меняет знак, эта функция? А функция, в принципе, определена, ну, в любой малой окрестности, так сказать, этой точке она уж точно определена. Но и предел у нее есть. Это не моя задача, это задача анализа, так сказать, вам объяснить, как этот предел. Ну, вот считается он при помощи, например, правил Лопиталя. Можно посчитать этот предел. И он существует, он будет равен нулю на вещественной оси. Конечно, если в комплексную область, то там вообще плохо совсем будет. Так, ну давайте, значит, я тогда сделаю вот что. Я тогда сделаю вот что. Я тогда попробую перейти на… Сейчас посмотрим, что это у меня такое здесь. О, это мое задание. Было не то, чтобы оно такое задание-задание, но просто мне хотелось узнать, как вы ориентируетесь. Но я так понимаю, что с первой задачей вы все справились. С первой задачей. Поэтому мы сразу же переходим к задаче второй. Вторая задача. Вторая задача. Ну, тут было несколько подзадач. Одна подзадача была, так сказать, просто решить уравнение. Но поскольку я вас не учу дифференциальным уравнениям, я просто хочу такое некое представление о том, как устроены решения, то в принципе можно было ее решать, а можно и не решать. Можно было бы оставить на самом деле, так сказать. Теперь что значит? Теперь вот правильно устойчивость, неустойчивость. Это мы просто должны выяснить, как функция меняется. Где она там положительная, где она отрицательная. Если она здесь вот отрицательная, то значит у нас стрелочка будет направлена к началу координат, где функция, это вот график функции, которую вы изучаете. А здесь она положительная, значит вот у нас она будет вести себя так. Стрелочка сюда направлена. То есть это будут устойчивые такие вот точки. Устойчивые точки. Теперь что значит график функции в нескольких точках? Ну давайте вот я вам сейчас просто нарисую. То есть у нас есть наше векторное поле. Векторное поле. То есть вот это ось Y, а вот это ось T. И мы знаем, что векторное поле, наше векторное поле, оно направлено сюда. Вот здесь фиксированная точка. Точка равновесия. Значит мы сразу знаем, что, сразу знаем, поскольку это точка равновесия, то мы сразу знаем, что значит вот эта линия, это будет точное решение. Но действительно, если вы посмотрите на уравнение, как у нас уравнение-то выглядит, я сейчас не помню, сейчас посмотрю. Значит, уравнение-уравнение. Там какой уравнение? Сейчас мы посмотрим просто по этому самому, что мы там решали. А, Y в кубе, да. Y в кубе, значит, экспоненты минус единицы на Y в квадрате. Вот. Значит, если Y равно нулю, то оно всегда равно нулю, правильно? Потому что экспоненты равны нулю, и Y равно нулю в этой точке. То есть, а это вот график этой самой функции вблизи нуля. График функции вблизи нуля. Если мы его продолжим, он, конечно, будет, да, он такой вот и будет на самом деле. Потому что когда Y большое, то у нас экспонента превращается, единица на Y в квадрате превращается в единицу. Ну, там будет очень маленькое число, почти ноль, оно в единицу превращается. А Y в кубе вот останется далеко. А вот такой график. Значит, вот у нас график. Значит, если мы взяли начальное условие здесь, вот начальное условие. Сейчас я, подождите, покажу вам на этом самом. Да, если вы взяли начальное условие здесь, то понятно, что оно начнет, так сказать, стремиться к нулю. Как-то. Начальное условие здесь, оно тоже будет стремиться к нулю. Оно, конечно, медленно будет. И какое бы мы ни взяли начальное условие, оно будет стремиться к нулю, но очень медленно в этом примере. Потому что в этом примере, потому что функция, векторное поле вблизи, вблизи начала координат, очень маленькое. Оно чрезвычайно маленькое. А если оно маленькое, это значит производное очень маленькое. Производное маленькое в функции меняется медленно. И вот я специально, так сказать, вас попросил попробовать посмотреть, сколько времени потребуется, чтобы от единицы до 10 минус 3 спуститься. Так вот, оказывается, время получается совершенно колоссальное. То есть вы просто решаете эту задачу. Вот 10 минус 3 равняется корень из логарифма. Значит, вы считаете, вычисляете и получаете, что у вас время получается 1,5 на 10 с почти что полумиллионами нулей. То есть просто очень медленно стремится функция к нулю здесь. Собственно говоря, вот это я хотел показать. Дальше. Ну и в других задачах то же самое. То есть вот я вам сейчас выслал эти решения. Ну вот эти странички я выслал вам на групповой чат в Телеграме. Так что вы можете посмотреть там все эти самые. Если будут какие-то неясности, можно всегда спросить. Ну или вообще вы можете между собой обсуждать. Потому что я, например, люблю, когда студенты сами обсуждают. Дело в том, что когда вы обсуждаете, вы пытаетесь объяснить вещи другим студентам. И вы понимаете лучше сами. То есть вот я очень часто пытаюсь обсудить какую-нибудь научную деятельность, которой я занимаюсь, и где у меня какие-то проблемы возникают. Я вот пытаюсь объяснить, что я делаю. И когда я объясняю, я сам понимаю лучше, что происходит. Потому что когда объясняешь, то вот как-то другие механизмы начинают включаться. В общем, все задачи более-менее здесь были на рисунке нарисовать. То есть надо было понять, какие графики, как векторные поля устроены. Ну вот там была, например, такая. Некоторые задачи решаются, некоторые решаются очень плохо аналитически. Поэтому я не просил их решать. Вот здесь вот пример задачи, когда у нас кривая касается просто оси. То есть знак не меняется. Поэтому от единицы до двойки у нас векторное поле налево. И от единицы до нуля налево. А здесь, так сказать, вот оно направо и здесь направо. То есть вот эта точка двойка неустойчивая, точка ноль устойчивая. А это неопределенная устойчивость. Значит, если мы отошли чуть-чуть вправо, то траектория придет сюда. Ну и вот тут графики, ну правда эти графики не очень, это на машине я строил просто решение. Но если мы построим этот график руками, не так точно, но зато он будет правильно отражать нам ситуацию, то график будет такой. То есть тут у нас есть наше векторное поле, это ноль. Это у нас единица и это двойка. Значит, если в нуле, в единице и в двойке, то это будут точные траектории. Если мы отошли, а там дальше векторное поле так, по-моему, было устроено, то если мы отошли, значит, если мы ниже нуля, любое начальное условие взяли, то оно будет притягиваться к этому точному решению. А если выше нуля, то оно будет притягиваться тоже к этому, потому что устойчиво. Даже если чуть-чуть здесь, оно пойдет и все равно пойдет в эту сторону. Но эти интегральные кривые графики никогда не пересекаются, поскольку у нас уравнение хорошее, функция гладкая, поэтому существует решение и единственное. Если мы немножко вперед здесь ушли, то она опять же будет притягиваться сюда, потому что векторное поле в этом направлении. То есть если студенты рисуют эти картинки, если у них эти линии пересеклись, я вижу, что они нарушили условия единственности. А здесь траектория пойдет куда-то и уходит куда-то в бесконечность. То есть понятно? Да. Понятно. Хорошо. Единственная там задача была, не единственная, там была парочка задач, которые требовали небольшого размышления. Ну вот, например, вот эта задача с у в 14. Конечно, можно разложить на простые дроби, так сказать, проинтегрировать все на свете. Там будет 14 корней, 14 слагаемых. В общем, формула будет совершенно бесконечно сложная. Потом мы ее должны обратить, потому что, когда вы интегрируете, вы получаете t как функцию от y. А чтобы нарисовать решение, вообще говоря, надо знать y как функцию t. Правильно? Вот. То есть формула будет очень сложная. Обращаться она никак не будет. Вы не сможете ее обратить, так сказать, разумными способами y написать как функцию t. А решение, как себя ведет, оно более-менее очевидно. Почему? Потому что видим, что точка минус 1 неустойчивая, точка 1 устойчивая. Поэтому к точке 1 все траектории будут идти и стремиться со временем. И уходить от точки минус 1. То есть вот у нас есть два точных решения. 1 и минус 1 при любом времени. И остальные решения, они начинают приближаться. Ну, тут времени мне не хватило, можно было больше нарисовать. А с двойки, так сказать, оно сюда уйдет. А если мы ниже, то оно бухо куда-то в бесконечности, так сказать, быстро-быстро свалится эти решения. Вот интересная функция. Значит, у меня просто вот это задание, которое я вам дал, я его когда-то, там, несколько лет назад, когда я считал этот курс, давал студентам своим второго курса. И вот эту задачу, например, некоторые студенты не делали, потому что не понимали простой вещи. Вот видите, здесь у нас нулей нет. Нет, у нас функция единица плюс одна вторая косинус у никогда не обращается в ноль при вещественных у. Поэтому у нас нет фиксированных точек, нет положения равновесия. И у нас здесь функция всегда положительная, поэтому векторное поле всегда положительное. А раз оно положительное, ну, значит… А? Ну, да, что сейчас видим. А, извините. Это вы мне должны сказать. Потому что я обычно работаю с двумя экранами, а здесь я работаю с одним. Вот, значит, вот у нас косинус… Одна вторая плюс косинус у. Вот у нас функция нарисована. Она никогда не обращается в ноль. А раз она не обращается в ноль, нет фиксированных точек, нет точек равновесия, покоя. И все траектории у нас будут… У нас всегда производная с правой части положительная. Значит, функция у нас всегда будет расти со временем. Ну, вот тут и нарисовано, что они будут расти, так сказать, до бесконечности эти функции. И, конечно, рост у них ограничен, потому что производная там не больше 1,5 и не меньше 0,5. То есть они будут так немножко неравномерно расти со временем, но будут расти. Монотонно будут расти со временем. Потому что нет фиксированных точек. Вот и все. То есть решение, то есть задачи в одном мере, они довольно… Ну, вот вам вторая, так сказать, функция с этим самым… Один плюс два косинуса. Чуть-чуть изменили, коэффициент изменили. Но у нас появились нули. А появились нули точки равновесия. Значит, траектория будет у нас гулять только между точками равновесия. И если мы хотим, например, рисовать эти графики в разные моменты времени, то получится вот что. Что если у нас, значит, соответственно, точка была ниже, выше точки устойчивой, она к устойчивой точке ниже, она тоже к устойчивой точке. А вот от неустойчивой точки не будет уходить. Картинка 2π периодичная. Ну и последняя здесь картинка, которая в этом задании была, она была такая. Видите, у нас функция экспонента у минус косинус у. Ну, можно нарисовать график этой функции. Вот он нарисован тут график этой функции. У нас она при больших у, она, конечно, будет, экспонента будет все убивать, потому что экспонента большая, а косинус плюс-минус единицы. А при отрицательных у, наоборот, экспонента умирает, а остается один косинус. Вот. У нас, значит, найти положение, кроме самого первого нуля, где у равно нулю, остальные нули найти нельзя аналитически. Это трансцендентное уравнение, оно не решается никак. Но приближенно мы примерно знаем, что должны быть где-то здесь нули. Это одно обстоятельство. Второе обстоятельство, если вы засунете это уравнение даже в самый лучший компьютер, который умеет аналитически решать, он эту задачу не решит, потому что такие интегралы не берутся. Ты и у деленный вот на такой знаменатель, как вот эта функция f от y, такие интегралы не берутся ни в каких разумных функциях. Вот, это известно. Дальше. Как будет вести себя система? Вы даже без того, что вы знаете эти точно нули, вы даже без того, что не умеете решать систему, вы хорошо знаете, как будет себя вести система. Она будет стремиться к устойчивым точкам и уходить. Вот, если начальное условие больше нуля, оно улетит на бесконечность и очень быстро. Если оно меньше нуля, то, значит, соответственно, в какую лакуну, в какую часть она попадет, так сказать, между нулями. Вот между этим нулем и этим она будет стремиться к этому нулю, ну и так далее. Все понятно. Как находить эти нули? Ну, нам надо решить уравнение экспонента y равняется косинусу. Ну, значит, вот давайте мы нарисуем функцию экспоненту y и нарисуем функцию косинус. И вот там, где они пересекаются, это и есть решение. Понятно, что решение y равно нулю. Мы одно знаем. Одно решение будет вот между минус одной, минус двойкой, так сказать, и там где-то вот здесь вот там, ну и больше минус единицы. А потом они будут очень близки к нулям косинуса. Поэтому, когда мы численно, например, хотим найти эти решения, то у нас есть хорошие точки, с которых мы можем начинать, потому что мы знаем примерно, где находится решение, и довольно быстро мы их можем найти. Вот, что здесь? Здесь была еще задача 5 и 6, значит, задача 5 и 6. Задача 5, ну, она понятная, что у нас есть функция, которая имеет, мы точно знаем, что она имеет 3 нуля. Это дано. Вот, что y, значит, что здесь, что y1 и y3 являются устойчивыми. Это значит, что функция пересекает, она положительная справа, наоборот, отрицательная справа и положительная слева. Тогда у нас векторные поля будут смотреть в эту функцию. И посередине есть точно 1,0. Ну, а куда может по непрерывности вектор смотреть? Ясно, что от этой точки. Других вариантов нет. И, так сказать, тогда эта точка будет неустойчивая. Вот, гораздо интереснее можно другие вопросы задавать. Например, одна устойчивая справа, а другая неустойчивая справа. А что будет в серединке? Вот, вот это вот, такие вопросы можно задавать. Ну, в общем, здесь как-то понятно. Ну, и последняя задача, вот это с синусом. Ну, мы ее даже частично разбирали в классе. То есть, здесь как-то не совсем, глядя на эту функцию, не совсем ясно, как будет у нас вести себя график. Этот самый, вести себя график, как будет. Ну, если так подумать, надо просто синус немножко разложить в ряд. Ну, или просто нарисовать синус и функцию y. И мы увидим, что пересекаются они ровно в одной точке при y, равном нулю. Потому что производная синуса всегда, это косинус, она всегда меньше единицы, за исключением одной точки. Точки y, равные нулю. Вот, и, значит, нарисуем ее. Это такая вот волнистая функция, которая будет пологая в точках, равных 2π. Самая крутая, значит, в точках, там сказать, равными. Ну, то есть, вот видно, что самая крутая в точках π. Вот, и вот она будет вот такая периодически. Ну, как, она не периодическая функция, но как бы мы ее должны сдвигать вниз и вправо. И вот тогда она как бы периодически при таком сдвиге будет. Вот, но нам это все не очень важно для построения решений. Для решения важно, что она отрицательная при положительных у и положительная при отрицательных. Это значит, что векторное поле будет смотреть ровно в начало координат. И, значит, любое решение будет туда сваливаться. И мы можем даже вычислить, как оно будет сваливаться. То есть, если мы очень рядом находимся с началом координат, то там поле очень маленькое. А раз оно маленькое, сама функция очень маленькое значение принимает. Значит, мы ее можем при малых у разложить в ряд. И ряд будет, ну, вы знаете, как синус раскладывается в ряд. Как там у минус у в кубе на 3 факториал, там плюс у в пятой на 5 факториал и так далее. Так вот, если у маленькое, то у в кубе будет еще меньше. Но у у нас сократится, потому что у нас у вычитается. Поэтому будет минус у в кубе. Это будет очень маленькое векторное поле. А следующее будет вообще у в пятой. У в пятой гораздо меньше, чем у в кубе при малых у. И если мы про него забудем, про это у в пятой, то мы легко решаем это уравнение. Мы его легко решаем. И получаем, что у нас эта самая функция убывает как единица на корень из t. То есть, она убывает достаточно медленно. И, значит, она будет стремиться сюда, если она положительная. А если отрицательная, то надо просто отрицательный знак у корня взять. И она будет расти к нулю. Но она будет расти медленно, потому что она будет стремиться к нулю, но будет стремиться к нулю медленно. Потому что знаменатель у нас будет расти всегда. А раз знаменатель растет, значит, дробь уменьшается. Но я думаю, что я ответил на все ваши вопросы, касающиеся первого домашнего задания. Все ясно или есть вопросы остались? Все ясно. Спасибо. Я поговорил с Сатирисом, говорю, как ребята рассматривают. Он говорит, что я довольно быстро рассказываю. А мне казалось, что я медленно рассказываю. Потому что мне не хочется, чтобы вам скучно было. Поэтому, может быть, я что-то и правильно, так сказать. Но вы мне подсказывайте. Если вы считаете, что медленно, вы мне просто говорите, и я буду говорить быстрее. Вот. Так. Теперь. Теперь, значит, я хочу... Значит, мы вот это все дело обсудили. Теперь я хочу еще раз подойти к вопросу о построении векторных полей и траекторий и объяснить, почему важны фиксированные точки или точки равновесия. И дальше мы будем разбираться о том, как траектории, как система вблизи этих точек равновесия себя ведет. Но я тут вижу, у меня конкурент появился, который вам то же самое рассказывает, по-другому, наверное. Поэтому, так сказать, если вы все это знаете, вы мне просто скажете, и мы не будем терять времени. Хорошо? Хорошо. Давайте мы рассмотрим пример. Я вот хочу рассмотреть с вами пример. Что-то такое у меня получается. Сейчас я попробую это самое сделать. У меня что-то с доской какое-то безобразие. А вот сейчас доска появится. А давайте бы новую заведем доску просто. А нет, можно и с этой. Можно и с этой продолжать. Так, мы заведем пример. Значит, сейчас я покажу вам свою доску. О. Значит, давайте посмотрим на такой пример. Вот я хочу рассмотреть систему двух уравнений. Я не умею ее решать. Я не знаю вообще, можно ее решить или нет. Но это нас не интересует. Нас интересует, как задача, как будет себя вести траектории в этой системе, даже если мы не умеем ее решать. Вот этому мы и учимся сейчас. Вот у нас есть два уровня. Точка – это производная у меня. Понятно это? Вы тоже, наверное, используете точку. Ну, просто писать каждый раз производную как-то лениво и трудно, так сказать, получается. Значит, рассмотрим два таких уравнения на плоскости. То есть у нас есть два системы двух уравнений, нелинейных, дифференциальных. Ну, что мы хотим сделать? Мы хотим нарисовать какие-то векторные поля. То есть каждые точки х и у – это у нас будет ф от х и у, а это будет г от х и у. То есть каждые точки х и у мы сопоставляем вектор ф и г. При этом я не хочу рисовать вектор, как соблюдать все масштабы, а меня интересует только угол этого вектора, потому что траектория является касательной. Длина вектора говорит, как быстро мы движемся по траектории, а сам вектор говорит направление, в котором мы движемся. Поэтому я не буду следить за длиной вектора, а наоборот буду следить только за его направлением. Вот, значит, как мы это будем делать? Сейчас я подумаю, как это у нас тут есть способ какой-нибудь сделать другую. Не вижу я этого дела. Ладно, значит, давайте тогда нарисуем, значит, мы запомнили, что такое f и что такое g. Я вот сейчас еще раз скопирую здесь где-нибудь. То есть у нас f равняется 1 минус xy, а g равняется y x минус 1. Вот так. Так, теперь, значит, давайте нарисуем, нарисуем, давайте теперь, нарисуем теперь, нарисуем теперь оси координат. Ну, оси координат я каким-нибудь цветом таким неброским нарисую. Ну, вот пусть это у нас будут оси координат. Это x, это y. Пусть это будет у нас единица, единица, двойка, двойка, минус единица, минус единица. Вот. Ну, что мы делаем? Мы каждой точке x, y сопоставляем вектор f от x, f и g. Нас интересует не вектор, нас интересует направление. Ну, теперь, значит, вот я хочу объяснить, как вообще говоря, удобнее строить эти графики, чтобы не вычислять в каждой точке, а чтобы сделать одно вычисление и сразу знать очень много ответов. Есть такое понятие, называется изоклины. Вы слышали про это? Нет. Изоклины, если вы спросите ваших греческих учителей, происходит от греческого слова. Изо одинаковый, равный клины, значит, наклоны. Одинаковые наклоны. Значит, какой будет наклон нашего вектора, векторного поля? Значит, наклон будет такой, значит, что такое f и g. То есть, когда мы рисуем, давайте я где-нибудь вот здесь нарисую отдельно, что вот когда мы нарисуем вектор, это будет компонента f, а это компоненты g в каждой. Ну, потому что у нас x, y, правильно? И вот этот вектор идет. Значит, f, g деленное на f, есть тангенс угла наклона. Правильно? Ну, грубо говоря, если мы хотим наклон нарисовать вектора, наклон вектора, то наклон вектора, то f на g, он нам и задает, так сказать, тангенс угла наклона. Если мы знаем f и g, мы знаем тангенс угла наклона. Давайте теперь поставим такую задачу. Что такое изоклины? И-зо-кли-клина. По-английски is a-cline. Значит, что такое изоклина? Это геометрическое место точек постоянного наклона. Геометрическое. Ну, например, изоклина, горизонтальная изоклина. Давайте сделаем горизонтальная. Когда у нас вектор горизонтален? Скажите мне, пожалуйста. Когда g равно нулю. Когда g равно нулю. Абсолютно точно. Давайте посмотрим, когда g равно нулю. Что такое g у нас? g у нас y единица минус x. Правильно? g равняется. Наверное, я должен цвет сменить, потому что мне этот цвет не нравится. У меня почему-то вдруг компьютер начал цвета менять. У меня на экране синий, а у вас желтый получается. Ну ладно, неважно. Горизонтальная. То есть векторное поле либо так, либо так. Это горизонтальная изоклина. Значит, g, которая есть y, x минус 1, равно нулю. Правильно? Значит, есть два решения. y равно нулю. И второе решение, x равно единице. Давайте мы эти два решения, две, 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 значит, геометрическое место точек состоит из двух прямых. y равно нулю. И вторая прямая, это x равно единице. Правильно? Давайте мы их нарисуем на графике. Выберем какой-нибудь опять свет. Посмотрим, получится у нас что-нибудь со светом или нет. Ну, а если я желтый возьму, то как она будет рисовать? y равно нулю. Что это такое? Это ось x. Надо же теперь опять желтым. А у вас зеленым. О, нормально. Значит, здесь у нас векторное поле будет горизонтальным. А другой x равно единице. Это вот эта линия. И здесь векторное поле будет горизонтальным. Давайте для векторного поля выберем какой-нибудь цвет. Например, такой. Значит, здесь векторное поле горизонтально. И здесь оно горизонтально. То есть мы знаем, что везде здесь оно горизонтально. Единственное, что мы не знаем направление этого векторного поля. Правильно? Мы только знаем, что y компонента равна нулю. А чтобы найти x компоненту и направлению, нам надо знать f. Ну, давайте посмотрим. Вот при y равно нулю, чему равно f? f равно плюс один. Правильно? Правда? Это значит, что векторное поле у нас всегда направлено в эту сторону. И длина-то у нее всегда единица. Оно вот так всегда устроено. То есть вот оно, векторное поле здесь всегда находится. А что будет, когда x равно единице? Когда x равно единице, то знак векторного поля будет f. Это будет единица минус y. То есть, когда y, положи больше единицы, у нас векторное поле будет направлено налево, потому что будет меньше нуля. А когда x меньше единицы, единица минус y будет положительной, векторное поле будет направлено сюда. Понятно, да? А теперь давайте найдем изоклину вертикальную. То есть, когда векторное поле смотрит либо вверх, либо вниз. Чему соответствует вертикальная изоклина? f равно нулю. f равно нулю. Правильно. f. f есть 1 минус xy равняется нулю. Соответственно, мы можем написать, что y равняется единице, деленное на x. Правильно? Вот. Тогда мы возьмем эту изоклину. Я уж не помню, каким цветом я... А, я помню, каким желтым цветом я здесь рисовал. А у вас он получается... У вас это получается зеленым. Хорошо. Возьмем желтеньким. Значит, сейчас мы нарисуем график единицы на x. Ну, во-первых, при x, равном единице, y, равном единице, она проходит через эту точку 1, 1. Вот так вот. И при больших она идет сюда. А при отрицательных, ну, значит, она там как-то тоже вот так вот идет. Трафик. А при нуле оно в бесконечность уходит. Правильно? Вы следите за мной? Да. Следите. Отлично. Извините, что я все такое простое вам рассказываю, но мы давайте это сделаем разочек, зато вы будете все знать. Значит, соответственно, чего мы добились? Мы добились того, что мы точно знаем, что здесь наше векторное поле вертикальное. Можно нарисовать их там тысячу штук, сколько хотим. И здесь она у нас вертикально. Единственное, чего мы не знаем, куда она направлена. Вверх или вниз. А чтобы узнать, куда она направлена, нам надо посмотреть на вторую буквочку, на y. На g. Правильно? На g. Значит, что мы хотели, что мы говорим, что у нас на g смотрим. У нас получается x, y равно единице, а потом мы из него вычитаем y. То есть g у нас на этой кривой, на этой заклинии. Ну вот на этой заклинии g, которая равнялась x, y, минус y, просто превращается, поскольку x, y равно единице, просто в единице минус y. То есть если y у нас больше единицы, у нас налево смотрят вектора. В смысле у нас вниз смотрят вектора, отрицательные. А если меньше единицы, то вверх. Ну вот у нас y равно единице. Значит, соответственно, здесь они у нас все вверх будут смотреть. А вот здесь вниз. Ну давайте еще какие-нибудь изоклины нарисуем. Ну, например, нарисуем изоклину, когда вот это отношение к f к g равно минус единице. Давайте вот такую изоклину. g f f к g. Значит, мы g к f писали. g к f пусть равно минус единице. Это значит что? Это значит, вектор у нас вот сюда либо направлен под 45 градусов, либо сюда направлен. Правда? Это у нас наклон минус единица. Все согласны? Это значит, что это такое? f g равно минус единице. Значит, g равняется минус f. минус f это минус f у нас минус 1 плюс xy. А g что такое? А g это у нас xy минус y. Блядите, у нас xy сократилось. y получается равным единице. То есть на прямой y равно единице, на этой прямой, у нас все вектора векторного поля наклонены под 45 градусов. Вот таким образом. Давайте нарисуем это. y равно единице. Где у нас y равно единице? Это нам надо опять желтый цвет выбрать, который у вас становится зеленым. Значит, вот здесь вот y равно единице. И здесь у нас векторное поле. Все должно смотреть под углом 45 градусов. А куда она направлена? А я вам даже без вычислений скажу, куда она направлена. Векторное поле должно быть непрерывным. Если оно будет направлено в этом направлении, то как бы это нехорошо. Так сказать, вот оно должно плавно как-то меняться. Ну, можно и вычислить. Мы можем точно вычислить значения f и g и убедиться, что значение g будет положительным при этом. Ну, да, при y равном единице. Значение g есть x минус 1. Значит, значение g есть x минус 1. Значит, при значении g есть x минус 1. Это значит, при больших иксах у нас положительно. Это значит, у нас вверх идет. Это у нас и изображено. А при x меньше единицы, у нас g становится отрицательным. И у нас вниз идет стрелочка. То есть, сейчас я вам покажу картинку, которую компьютер изобразил. Но мы можем и другие изоклины нарисовать. Например, можете взять и потренироваться нарисовать изоклину f равно g. f равно g – это где у нас под 45 градусов, но перпендикулярно вот этой изоклине, так сказать, все происходит. И нарисовать это геометрическое место точек, эту изоклину, и нарисовать много-много этих векторов, которые там. Значит, что мы отсюда сразу можем извлечь из этой картинки? Мы отсюда знаем сразу такую интересную вещь. Что такое f и g? Значит, g – это y с точкой, y производная. Так вот, если y равно 0, то y с точкой равно 0 при любых x. То есть, y с точкой равно 0 и y равно 0 являются точным решением при любом времени. А вот x при этом будет x с точкой равняться единице. То есть, на самом деле, мы даже получаем траекторию при этом, точную траекторию. Мы знаем, что траектория наша теперь что будет? Вот одна. Это траектория просто вдоль оси x. Это точное решение. Но это траектория. То есть, это не постоянная точка, это траектория. Это на оси x, y. То есть, если мы какое-то начальное условие здесь взяли, то оно и поедет направо, не будет по y отклоняться. А что будет с остальными траекториями? Ну, мы можем попытаться что-то нарисовать здесь, потому что мы должны плавно все рисовать. Все траектории должны касаться векторного поля. Если вы это будете делать, то вы увидите, что здесь вот такая спиралька образуется. Траектории не могут друг друга пересекать. И эти спиральки будут идти к оси. А здесь что будет? Ну, давайте нарисуем, если мы не знаем, не хотим из-за клина рисовать. Давайте посмотрим, как поле векторное устроено при x, равном нулю. Пусть x равно нулю. Тогда f равняется единице. А g равняется минус y. Правильно? То есть в горизонтальном у нас всегда единица, а в вертикальном у нас минус y. При положительных y оно вниз смотрит немножко, векторное поле. Векторное поле мы рисуем вот этим цветом. Немножко вниз смотрит. Вот так вот. Вот так вот. Потом оно круче, еще круче. Здесь положено. А при отрицательных y она наоборот вверх смотрит. И чем ниже, чем дальше, тем круче. Вот. То есть мы знаем… Теперь, значит, давайте здесь вот еще нарисуем эту самую траекторию. Вот такую. То есть вот у нас она пошла какая-то. Вот она пошла. Она не может пересечь вот эту. Она станет горизонтальной здесь. Ну и дальше она как-то там пойдет. Можно смотреть, как там дальше пойдет. Вот я попросил машину нарисовать этот график. Компьютер. И сейчас я вам этот график попробую показать. Да, я машину попросил нарисовать эти самые вектора. Просто взять эти вектора и нарисовать. Сейчас только надо мне правильно нарисовать. По-моему, это вот этот. О! Видите? То есть примерно как наша картинка. Только машина просто тупо в каждой точке брала и рисовала вектор единичной длины. И этот вектор, так сказать, был касателен… Ну, был в том же направлении, как векторное поле. То есть мы видим, что мы примерно правильно поняли картинку. А если мы машину бы спросили, как эта картинка превращается в траекторию, ну вот я и траекторию попросил нарисовать, она мне и траекторию нарисовала. Вот видите? То есть действительно, если мы находимся просто в нуле, ну мы эту траекторию… Мы ее сейчас увидим, захотим, увидим. А если мы взяли в какую-то точку и посмотрели, ну куда пошла траектория? Траектория пошла, 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 и вот она ушла в этот самый центр. Потому что я взял начальное условие минус 0,5, минус 0,5. А вот если бы я взял начальное условие, ну скажем, там 0,1, ну давайте изменим начальное условие. Начальное условие, где у меня там начальное условие? Вот здесь начальное условие. Я беру по x-0,5, а по y беру 0. вот векторное поле конечно не изменилось а траектория у нас вот-вот-вот начальные условия при нуле а теперь какая траектория будет видите она пошла по прямой не направо не налево не отклоняется как бы и хотели вот а если взяли так сказать естественно здесь минус какой-нибудь там минус . . 1 вот чуть-чуть чуть-чуть только мы отклонились векторное поле здесь не изменилось вот мы чуть чуть ниже взяли и чтобы из траектории раз она уйдет уйдет у нас уйдет уйдет вниз эта траектория здесь ну видно наверно то есть вот так устроена этот векторное поле значит что интересное про это векторное поле а интересно то что есть одна точка в которой мы не можем предсказать глядя на векторное поле что вообще тут происходит вот что что происходит что происходит вот вот в этой точке и что это такое за . такая а давайте посмотрим на наше уравнение и посмотрим что это за . эта точка есть в точности . равновесия то есть в точке везде где не . равновесия векторное поле очень гладенькое она непрерывная хорошая функция она очень glade деревянная поле а вот в точке равновесия вообще что-то может происходить и не тривиальное и вот этот вопрос мы хотим как раз изучить что будет происходить в точках равновесия как вообще как векторное поле чтобы нарисовать если мы точно знаем точки равновесия мы очень хорошо можем нарисовать векторное поле и траектории системы просто вы из ну это небольшим исключением которое мы еще обсудим, мы можем очень хорошо нарисовать поведение системы, если мы знаем, как она себя ведет в точке равновесия. А что такое точка равновесия? Это когда у нас f и g равняются нулю, правильно? Значит, надо нам найти точку равновесия, f и g равно нулю, критическая точка. f равняется g равно нулю, то есть единица минус xy равно нулю и y, что там, x минус 1 равно нулю. Вот нам надо решить систему этих двух уравнений. Найдите мне решение этой системы уравнений. Попробуй. x1, y1. И это единственное решение, правильно? Потому что, если мы решаем вторую задачу, удобнее решать расфакторизованную систему. y равно нулю, мы решили это уравнение, сунулись во второе уравнение, получили противоречие, единица равна нулю, то есть это не решение. x равно единице, решение второго уравнения. Сунулись в первое уравнение, получили y равно единице. Значит, решение у нас единственное. xy равняется 1,1. И это в точности та точка, которую мы видели на нашей картинке, в которой, так сказать, у нас происходит неконтролируемая... вот в которой у нас происходят какие-то чудеса. То есть, если мы посмотрим опять на нашу картинку, то точка 1,1, вот видите у вас 1 и 1, здесь вот точка у равно 1 и x равно 1, это ровно та точка, где у нас происходят всякие чудеса, где нам трудно предсказать траекторию. Значит, фактически, грубо говоря, в большинстве случаев жизни, если вы имеете дело с какими-то дифференциальными уравнениями, ну, там будут, так сказать, серьезные исключения, конечно, мы про это поговорим. То есть мы... я не хочу говорить сейчас про предельные циклы пока. Допустим, в системе нет такого, как предельные циклы. Это уже деликатная вещь. То все поведение системы, вообще говоря, в двумерии определяется вот этими самыми фиксированными точками, критичными точками векторного поля. Так, хорошо. Как мы будем изучать критические точки? Мы уже их начали изучать в предыдущий раз. Критические точки векторного поля. Значит, критические точки векторного поля... Давайте вот этот самый пример, я хочу на этом же самом примере рассмотреть, как я начну, так сказать, изучать критическую точку этого векторного поля. То есть у нас вот имеется ровно этот самый пример. Мы выяснили, что критическая точка это х равно нулю, у равно нулю. То есть, ой, извините, х равно единице, у равно единице. Вот. Ну, удобнее всегда критическую точку сносить в ноль, потому что мы будем говорить, что что-то маленькое. Вместо того, чтобы говорить, что что-то рядом с единицей, лучше говорить, что что-то маленькое. Поэтому давайте ввезем новую систему координат. И потому что у вас все учителя тут греки, я буду использовать греческие буквы. Я буду говорить, что буква х, которая есть функция t, которая подчиняется уравнениям, есть единица плюс, ну, некоторая новая функция, кси от t. А у от t есть единица, ну, потому что вот здесь у нас единица, критическая точка, плюс другая функция, это t. Это обратимая замена переменных. То есть, если мы знаем х и у, мы знаем кси и это. Если мы знаем кси и это, мы однозначно восстанавливаем х и у. То есть, это хорошая обратимая замена переменных. Ничего она не меняет, за исключением немножко меняет уравнения. Давайте мы подставим это дело в уравнениях. Ну, во-первых, чему равняться будет х с точкой? Ясно, что если вы возьмете точку, производная от единицы равняется нулю, соответственно, это будет кси с точкой. А у с точкой будет это с точкой. Правильно? С другой стороны х с точкой равняется единица минус xy. А это будет единица минус единица плюс кси единица плюс это. Правильно? Давайте раскроем скобки. У нас получается единица минус единица минус кси минус это минус кси это. Единицы благополучно сократились, потому что мы взяли фиксированную точку. Там всегда должно все сокращаться. Ну, в смысле, не должно быть постоянного члена. Если остался постоянный член, мы где-то наврали. Либо с нахождением критической точки, либо, так сказать, с последующими вычислениями. Значит, первое уравнение превращается кси с точкой равняется минус кси минус это минус кси это. Что будет со вторым уравнением? Второе уравнение это с точкой равняется у. У это единица плюс это умножить на х единица плюс кси минус единица. Единицы посокращались, получили кси плюс кси это. Правильно? Теперь я хочу изучать задачу вблизи критической точки. Очень близко к критической точке. Это означает, что я близко к единице. Это означает, что кси и это очень малы. Вот в новой системе критическая точка равна нулю, потому что, видите, у нас система возникает, когда у нас правая часть равна нулю, когда кси равна нулю и это равна нулю. Вот это новая критическая точка. И мы хотим работать вблизи этой критической точки. То есть вот на нашем этом самом, на нашем этом фазовом портрете, на нашем фазовой плоскости, вот эта точка 1, 1. Это вот были наши координаты х и у. Извините, что я все так подробно рассказываю, но я думаю, что вы меня простите. А здесь вот эту координату х ввел и координату это ввел. Я хочу рассматривать вот в этой маленькой окрестности все, что происходит. Вот только в этой маленькой окрестности. То есть я хочу забыть про все остальное, а хочу вот изучать задачу вблизи. Какие это дает преимущества? А преимущество это дает следующее. Я могу тогда, если кси и это маленькие, то произведение кси на это будет еще меньше. Представляете, кси и это, например, порядка там 0, 0, 1. А произведение кси на это будет 0, 0, 0, 0, 1. Поэтому я выбрасываю члены нелинейные по кси и это. Я оставляю линейные члены. Эта процедура называется линеаризацией. То есть я от своей системы, от своей системы нелинейных уравнений. y с точкой равняется 1 минус xy. Перехожу к уравнению. Кси с точкой равняется минус кси минус это. y с точкой равняется y x минус 1. Я перехожу к уравнению. Это с точкой равняется кси. а это линейная система уравнений, которая хорошо себя ведет вблизи этой точки, потому что мы приблизили другим уравнением, которое приближает. Конечно, есть серьезный вопрос. Мы на этот вопрос ответим позднее. а что решение вот этой самой задачи, оно линейной, оно будет похоже на решение в полной задачи или нет? И в большинстве случаев оно будет похоже на решение полной задачи. Мы это покажем. Что оно будет похоже на решение полной задачи? В каких случаях дадим, грубо говоря, достаточные условия, когда она будет похожа на решение? И в большинстве случаев жизни оно будет похоже. Но вот будут исключения, мы про эти исключения будем говорить отдельно. То есть мы хотим нашу задачу заменить на задачу линейную. Ну, конечно, каждый раз вот такое вычисление мы здесь проделали, потому что у нас уж очень простые функции были. Были полиномы, мы могли подставить, а потом там что-то позабывать. А что делать, если функции сложные, их много там и так далее. А тогда, как вот я говорил в прошлый раз, мы должны делать преобразование, мы должны раскладываться в ряд Тейлора. Ну, давайте я вам все-таки расскажу, как раскладывает в ряд Тейлора функцию многих переменных. То есть для функции одной переменной вы знаете, что если у вас имеется функция одной переменной, например, у вас есть функция f, давайте функция f, пусть она зависит от одной переменной, от x. Я тут место для второй оставлю. Я хочу ее разложить в районе в точке х-ноликовая. Вот я взял какую-то точку х-ноликовая. Я хочу разложить в ряд Тейлора. Тогда я говорю, что ну да, нас как учили. Я давайте так вот запишу, я специально запишу немножко иначе. Я напишу не так, как вас учили. Я напишу так, что единица будет на n факториал. Дальше я беру d, я буду писать частную производную, но давайте помню, напишем. d, nt по dx в степени n от f, взятая при х, равная х-ноликовая. Правильно? И все это умноженное на х-х-ноликовая в степени n. А сумму буду брать от нуля до бесконечности. Теперь, ну, вы, наверное, знаете, что ноль факториал мы договорились считать единицей, что нулевую производную от функции мы будем считать функцией. Мы ее не берем просто. Нулевая производная. Первая мы берем первую производную, вторую мы два раза дифференцируем, а ноль, значит, ни разу не дифференцируем. Ну, такая договоренность. Тогда мне удобнее писать, а иначе мне надо было бы отщеплять один член. Что мне будет неудобно дальше? Ну, и, естественно, х-х нулевое в степени ноль равно единице, потому что все что угодно в нулевой степени равно единице. Договорились? Теперь, что будет, если, то есть, вот здесь вот функция была от икса, давайте немножко пустяну. Она была от икса и ничего больше. Допустим, теперь у нас еще есть икс. Ну, мы тогда просто по иксу раскладываем. Тогда что у нас получается? Что у нас коэффициенты dnf от икс, а икс как параметр по dx степени н при икс равное икс нулевое. Есть какие-то, ну, будем обозначать их fn, они уже будут зависеть от икс, правильно? Потому что икс-то мы приравняли икс нулевому, число вставили туда, а икс мы ничего не сделали. Но тогда мы каждый коэффициент, мы можем тоже fn разложить в ряд. Мы можем сказать, что fn от y равняется сумма, m равняется нулю до бесконечности, единица на m факториал dm по dym, извините, да, dm по dym от fn, взятая в точке y равная y нулевое, ну, в течение, вблизи y нулевого раскладываемся, извините, я не сказал, умножить на y минус y нулевое в степени m, правильно? Я то же самое сделал, но с каждым коэффициентом. А теперь я это хозяйство беру и подставляю, я это хозяйство беру и подставляю вот это вот разложение, я беру и подставляю в мою формулу вот туда вот, вот сюда вот. И что я получу? А получу я двойной ряд. Если вы это сами сделаете, вы это получите. Я вам это дело оставлю. Что у вас получается, что функция от x и y возле точки x нулевое y нулевое раскладывается в ряд сумма от n равная нулю, m равная нулю, ну, до бесконечности, обе идут туда до бесконечности. А здесь что пишется? Единица на n факториал, m факториал, dn плюс m, d по dx в степени m, d по dy в степени m от f, взятые в точке x равная x нулевое, y равная y нулевое. Здесь мы пишем x минус x нулевое в степени n, y минус y нулевое в степени m. Вы за мной следите? Сейчас я посмотрю на ваши лица. Ну, понятно хоть немножко? Нет, это просто, понимаете, это упражнение лучше сделать самому, чем следить за доской. То есть вот я вам так говорю, что если вот вы один раз это сделаете для себя, и вы научитесь раскладывать функцию в ряд от двух переменных, а сейчас я вам напишу для n переменных f от x1, x2, xn, пусть у нас x теперь вектор, правильно? И мы раскладываем его возле x нулевого какого-то вектора. Тогда я напишу, что это будет сумма по n1, n2, nn, равная 0 до бесконечности. У нас там n-кратная сумма, единица, деленная на n1 факториал, n2 факториал и так далее, nn факториал. Здесь пишу dn1 плюс n2 плюс nn по dx1, n1 раз, d по dx2, n2 раз, d по dnn, nn раз. От нашей функции при x векторе, равная x нулевому. А здесь умножаем. Я напишу символически x минус x нулевое в степени n. А это просто мне не помещается. Здесь фактически написано x1 минус x нулевое в степени n первое. x2 минус x нулевое в степени n второе и так далее. xn минус x нулевое в степени n. Вот это вот здесь вот стоит. То есть вы сейчас умеете раскладывать функции любого количества переменных в ряд Тейлора. Зачем я про это говорю? А потому что то, что мы делали, вот ту операцию вблизи лейонеризации, мы фактически это и делали, но только учитывали первые члены линейного разложения. То есть если вы посмотрите первые члены этого ряда Тейлора, ну давайте вот для функции двух переменных, то что у нас получается? Если мы, так сказать, не будем сумму писать, а сразу напишем, что f от x, y равняется нулевые производные f от x нуль, y нуль. Плюс df под x, x минус x нуль. Это берется при x, равное x нулевому. плюс df под y, y равно y нулевому. x равно x нулевому, y равно y нулевому, а здесь y минус y нуль. А дальше мы не хотим рассматривать членов, потому что они будут квадратичны относительно отклонения от точки. И то же самое делаем с g. Значит, что мы делаем? Мы говорим, что пусть у нас x минус x нулевое есть кси, y минус y нулевое есть это. Вот так мы вводили эти переменные. Тогда наше векторное поле fg у нас раскладывается в ряд. Я обозначу это буквой а. Кси это. Где а – это матрица. А в данном случае будет матрица fx, fy, gx, gy, взятая при x, равное x нулевое, y, равное y нулевое. Почему? Потому что функция эта равна нулю. Сама функция равна нулю. Мы же раскладываемся вблизи, вот здесь раскладываемся вблизи точки равновесия. Значит, сама функция равна нулю, только производные от нее остались. И давайте мы убедимся, что получили правильный ответ. То есть давайте мы воспользуемся вот этим самым методом и попробуем построить эту самую функцию. То есть мы говорим, что функция f заменяется на fx кси плюс fy – это, а g заменяется на gx кси плюс gy – это. Вы умеете матрицу умножать на вектор, правильно? Умеете. Давайте вычислим, чему равняется fx и fy. f равняется 1 минус xy. fx мы дифференцируем по x, забываем, а все остальное считаем константой. Равняется минус y. Дальше. Мы должны взять при y равном 1 и x равном 1. Правильно? Это равняется минус 1. Чему равно fy? fy равняется минус x. При x равном 1 и y равно 1, это равняется минус 1. Итого, первая функция f заменяется на минус кси минус это. Ну, потому что коэффициент fx равно минус 1, это минус 1. g. g равняется y x минус 1. Ну, давайте вычтем вначале gx. Чему равно gx? y. А чему равно же y? x. Еще есть ответы? x минус 1. И это мы должны взять при x равном 1 и y равно 1. То есть это у нас превращается в 1, а это у нас превращается в 0. Потому что x равно 1. И таким образом g у нас заменяется на gx на кси. И мы получили нашу матрицу, мы получили наш вектор, мы получили наше уравнение, что кси с точкой равняется минус кси минус это. Это с точкой равняется кси. Или в матричном виде это получается минус 1, минус 1, 1, 0 на кси на это. Вопросы есть? Нет. Нет. То есть мы фактически что делаем? Во-первых, мы находим точку. Эта точка нам говорит. Значит, давайте я немножко сейчас это с общего скажу, как в общем виде это делается. В общем виде у нас есть вектор x. И есть его производная. И это есть какая-то функция векторная, которая зависит от вектора x. Дальше мы находим точку равновесия. Или критическую точку. пусть это будет точка x со звездочкой. Это какая-то постоянная точка просто, где такая точка, что f от x со звездочкой равняется нулю, векторному нулю. То есть все компоненты равны нулю. Тогда мы вводим новую переменную. Кси вектор равное x минус x со звездочкой. Тогда на это кси. Дальше что мы делаем? Мы раскладываем f вблизи точки x со звездочкой. f у нас вблизи точки x со звездочкой. То есть мы берем, что это x плюс x со звездочкой. x со звездочкой плюс кси получается. Равняется. Если кси равно нулю, то ноль получается. Значит, чего учитывать не надо. Учитываем только линейные члены. А это будет такая матрица. Давайте мы ее написаем. g от x. Сейчас я ее напишу, эту матрицу. Умножить на кси. Я только линейные члены учитываю. Где g от x. g от x, взятая в точке. Давайте мы возьмем g от x, взятая в точке x со звездочкой. g от x. Это матрица с матричными элементами и житыми, которые есть d, f и t. g от x, взятая. Это такая матрица, матрица Якоби. И мы ее вычисляем и берем в этой точке. То есть фактически, что мы делаем? Мы вычисляем, мы находим вначале все точки, потом в районе каждой точки. А точка это, собственно говоря, вот мы подставляем в матрицу Якоби. Мы получаем свою систему уравнений линейных. Значит, вот это есть лионеризация. Мы задачу сложную разбиваем на маленькие кусочки. А именно кусочки вблизи неподвижных точек. Потому что там мы изучим траектории отдельно, потому что они там сложные. А остальное мы все достроим совершенно легко. И вы увидите, что в очень сложных задачах, которые и решить-то нельзя никак, кроме как на машине, вы прекрасно будете знать, как будет себя вести система. Вопросы есть по этому? Нет. Ну, то есть вот в данном случае, в данном примере матрица G от X была такая. Значит, fx – это было y минус y. fy равняется минус x. А здесь было x минус 1. А здесь у нас было по x было y. Правильно? Вот такая от x. А дальше мы говорим, что x равняется… Ну, x – это xy. А мы дальше говорим, что x равняется 1. y равно 1. Если вы себя подставите, то получите минус 1, минус 1, минус 1, минус 1, 1 и 0. То есть это вот как мы автоматически, как бы я машину тупую учил делать линеаризацию вблизи этих точек. Конечно, бывают фокусы, и эта матрица может оказаться вообще вся равная нулю. Например, если у вас все… Например, если вы возьмете какую-нибудь систему такую, x с точкой равняется x квадрат плюс y квадрат, а y с точкой равняется там xy. Понятно, что у вас x равно нулю, y равно нулю решения. И это единственная фиксированная точка. Но если вы вычислите эту матрицу, она будет равна нулю. Вообще в точности равна нулю. То есть… Но это некая специфика, это некая специальная, так сказать, специальные случаи. Давайте мы говорим про случаи, которые чаще всего в жизни. А специальные случаи мы отдельно разберем, если захотим. А чаще всего бывает так, что жизнь бывает проще всего устроена. Так, значит, это мы сделали, это мы сделали. Теперь, значит, я хочу вам дать одну задачку и хочу, чтобы вы над ней подумали хотя бы минут семь. Или раньше. Если кто-то решит, то, пожалуйста, дайте мне знать. И мы тогда начнем продолжать, так сказать, делать наше дело. Этой задачей мы еще будем заниматься и в дальнейшем. Не бойтесь ошибиться. Ошибиться не страшно, поскольку если вы сейчас ошибетесь, то никаких последствий от этого не будет. И никто не подумает, что вы там что-то неправильно делаете. Я тоже ошибаюсь, когда рассказываю там или что-то делаю. Ну, вы же сейчас учитесь, поэтому ошибаться не страшно. Лучше ошибаться, чем ничего не делать. Вот я вам честно говорю. Давайте рассмотрим систему двух уравнений. Мы ей будем еще заниматься. 3 минус x минус 2y. Это будет у нас f. И y с точкой равняется y. 2 минус y минус x. И это будет g. Вот у нас есть такая система двух уравнений. Мы этой системой будем заниматься. Я думаю, что когда я приеду к вам на конференцию через неделю, то вот не следующую пятницу, следующую пятницу я вам буду еще... А через неделю я приду к вам в класс и буду в классе сказать вам все. Ну, если не запрещено будет к тому времени. Рассказывать. И вот эти системы, я думаю, мы там поизучаем как следует. Но сейчас я хочу простую вещь вас сделать, попросить сделать. Вот у нас есть f и g. Найдите все точки равновесия этой системы. То есть надо найти все решения уравнения f от x, y равно 0 и g от x, y равно 0 одновременно. То есть совместные решения этой системы двух уравнений. Да, обращаю внимание, что если уравнение расфакторизовано, то есть если правая часть уравнения расфакторизована, не пытайтесь раскрыть скобки. Это глупое занятие. А лучше, так сказать, держать всегда что-то расфакторизованное, всегда лучше держать расфакторизованное. Потому что это помогает особенно решать уравнение и вообще следить за тем, что происходит. Даже если вы дифференцируете, лучше держать расфакторизованное. Барышни-студентки, которые за камерами скрылись, может, вы все-таки покажетесь? Я хоть буду видеть ваши лица, а то так как-то скучно. Нет, здесь-то в классе я вижу, а вот которые, так сказать, по интернету вошли. Спасибо. Правда, спасибо. Иначе скучно, понимаете. Я все-таки должен ваши лица видеть. Называть точки? Называть. 0, 0. 0, 2. 0, 2. 3, 0. Я с вами совершенно согласен. Это правильное решение задачи. Значит, смотрите, у вас задача расфакторизованная. Значит, первый фактор равен 0. Как можно решать задачу? Ну, вот у вас есть первый фактор. Это есть х и 3 минус х минус 2 у. И второй набор факторов – это у и 2 минус у минус х. Теперь выбираете первый и один из вторых. Это два линейных уравнения. Одно дает решение 0, 0. Второе нам дает решение х равно 0, у равно 2. Берете второй фактор, ровно то же самое. Вы берете этот, берете с этим, или этот берете с этим. И вы получите 4 линейных системы уравнений, которые имеют единственное решение, каждое. И вы получили 4 точки. Точки 0, 0, 0, 2, 3, 0 и 1, 1. То есть в нашей задаче есть 4 точки. И в этих 4 точках, так сказать, у нас что-то будет происходить интересное. Там будут точки равновесия. И вот мы хотим сейчас… Что сделать? Мы хотим сейчас линейзовать. Так, извините, я обещал заканчивать лекцию в 16.25. Потому что у вас некоторые студенты идут еще на спецкурс, как мне объяснили. Чтобы я не задерживал. Вот. Значит, я это должен буду прекратить сейчас. Но давайте я сделаю одну… Все-таки одну точку я сделаю. Давайте я сделаю одну точку. Вы мне скажите, какую точку выбрать. А я в этой точке линейзую систему. Какую вы хотите точку? 3, 0. 3, 0. Отлично. 3, 0. Ну, во-первых, я сделаю сразу заготовку для всех точек. Я посчитаю матрицу Якоби, x, y. Это что такое? Это fx, fy, gx, gy. Я уже объяснил, почему эта матрица возникла. Правильно? Правильно. Ну, давайте мы ее напишем. Что это такое? fx. Чему равно fx? Давайте, говорите мне. 3 минус 2y минус 2x. Да? Да. Да. Значит, 3 минус 2y минус 2x. Правильно? Да. Чему равно fy? Минус 2x. Минус 2x. Чему равно gx? Минус y. И чему равняется gy? 2 минус 2y минус x. gy равняется 2 минус 2y минус x. Правильно. Теперь, чтобы линейализовать систему, нам надо подставить g от 3 0. То есть, чему будет равняться, если мы подставим 3 вместо x и 0 вместо y? Минус 3, 0, 0, 1. Сейчас я подображу. Минус 3. Минус 6. Минус 6. 0. Дальше. 0. И минус 1. Все правильно. Значит, там мы получили систему. Кси с точкой равняется минус 3 кси минус 6 это. А это с точкой равняется минус это. Вот такая линейная система будет вблизи этой точки. То есть, у нас в пространстве нашей плоскости есть 4 точки. 0, 0, 1, 2, 2, 0, 1, 2, 3, 3, 0 и 1, 1. Вот вблизи вот этой самой точки, 3, 0 будет вот эта самая система. То есть, она будет нам описывать траекторию вблизи этой точки. Если вы поставите 0, 0, например, то получится понятно, что здесь будет в точке 0, 0 у нас будет соответствующая матрица будет 3, 2. То есть, вблизи этой точки у нас будет система. Кси с точки равняется 3 кси. Эта с точки равняется 2 кси. Вблизи этой точки. Ну и так вблизи каждой. Хорошо. Я считаю, что мы закончили. Я думаю, что посчитайте мне вблизи точки 1, 1. Никак не могу остановиться. Чему равняется система в точке 1, 1? Кси с точкой, это с точкой. Вот чему они равны. Кси с точкой это минус кси минус это. Абсолютно правильно. Поздравляю. Справились. Значит, вот видите, вблизи каждой точке мы имеем свою систему. И эта система будет определять нам траектории вблизи этих точек. А в остальном мы с легкостью достроим фазовый портрет этой системы. Я считаю, что мы сегодня хорошо поработали. Мы на этом заканчиваем. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...